Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Твои изначальные чувства. Надо быть осторожнее. Сумерки. Похоже, она тщательно продумывает стратегию. Приятно, что вернула себе ясность ума. Сумерки! Сумер... Что это у нас такое? Сумерки! 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 Ай, старичья! Вы хоть во время матча держите себя в руках! Фальш, у вас всё хорошо. Извините. Вчера немножко перебрал, вот и ноги заплетаются. А? Чё он грудит? Ушам своим не верю. Оказывается, что Сумер всё это время порхал по корту со страшным похмельем. Нажим подачу, стилк не надо. Сумерки закручился в странах пируэтов и подал мяч! Чёрт! Промазал! Давай покончим с этим. Пальше, устроили на корте какую-то безумную пляшку! Неужели это заменитый стиль зьяного мальчика? Вы в порядке? Да, похоже, молоко с утра прокисшее выпило. Ничего себе! Азвыц у Гэлла все это время болел живот! Это битва сил и воли! Какая страсть! Полный риск гром! И сегодня впервые! Я серьёзно расстроен! Ты ещё совсем молод, но талантом не обделён. Займись теннисом по-настоящему. Ты многого добьёшься. Мистер Сумар, клянусь, я буду со всех сил тренироваться! Удачи! Не только задание выполнил, но и соперника поставил на путь истинный! Впечатляющий сумрак! Люблю! Тупица! Восьмач, ты проиграл, но зато получил важный урок! Мой сыночек уже так вырос! Дружище, ты хоть понимаешь, сколько проиграл? Ну что, выбрала себе что-нибудь из коллекции? Какой-то странный горшок и в довесок вы черные кольца. Но мне они не нужны. Можно тогда их куратору подарить. Пожалуй. Тоже играете в теннис? Что? Уж очень Ане этот спорт понравился, когда смотрела наши с Лоидом тренировки. Я просто профи в хоум-ранах. Невеста главного героя столкнулась нос к носу с его подругой детства. Ух, какая же там битва началась! Я мультики смотрю. И прошу, не нужно себя сдерживать. Отдумайся, Фиона. Пожалуйста, не вмешивайтесь. Действительно. Я оскорблю соперника, если стану сдерживаться. Поэтому бить буду в полную силу. Я разочарована, Йорр Брайер. Всё-таки ты и правда. Ну вот, опять я напортачила. Стоит чуть-чуть переборщить, и мячик почему-то разрезается сеткой на маленькие квадратики. Прости меня, мячик. Какая же я всё-таки в теннисе неумелха. Надо всё-таки сдерживать силу, чтобы он хоть немного вперёд пролетел. Извините, давайте ещё раз. Что? Постойте. Что это за чертовщина? Мячик лопнул? Он летит. Быстрее звука. Нисколько не отклоняется от курса. Какой же чудесный полёт. Но это точно аут. Но сейчас это не важно. Выставляй ракетку, а иначе умрёшь. Какой же тяжёлый удар. Не могу отбить назад. Ну и что? Моя любовь ничуть не слабее, чем эта подача. Что мне этот мяч? Он ничто в сравнении с силой моих чувств. Место супруги Форжер будет только моим. Я играла в чистую. Не было и шанса. А я говорил тебе одуматься. Наслаждайтесь своей нынешней жизнью, пока ещё есть время. И знай, что я ни за что не сдамся. Я... я её чем-то разозлила. Какая буйная тётя. Просто она очень любит теннис. Наверное. Я её победила. А? Да. Прими моё поздравление. Я её победила. Да, Йорр, ты победила. Мы быстро обнаружили, где находится тайник. Наши агенты его уже опустошили. Ну и как? Нашли досья Захариса? Дневник? 21 августа. Сегодня я спрятал в этом тайнике очень опасное оружие. Фотографии молоденьких актрис. Что? Я всем сердцем люблю театр. Хотя я и предпочитаю ироническую комедию-мизикл драматической опере. А юные девы играют в них просто бесподобно. И когда я их вижу, то хочется поддержать. Но я так ими увлёкся, что жена устроила мне взбучку. Старый кобель, сколько ты на них потратил? Что ты? Это просто благотворительность! Я даже пробовал приглашать её в театр, но понимания так и не нашёл. Зачем они вдруг петь-то начинают? В итоге она наказала выбросить фотографии, но у меня просто не поднялась на эту рука. С тех пор театр я стал посещать исключительно в тайне от жены. А здесь я спрятал не только фотографии, но и всё, что может рассорить нас с супругой. Выходит, речь шла не об отношениях Запада с Востоком. Скорее между мужем и женой. И почему же тогда дневник посчитали ценным? Ради чего я убивался? Сразу после войны в восстание приезжает наша делегация. Но и полковник Захарис пригласил дипломатов в театр. И вот тогда он кому-то из причастных приказал держать всё в тайне от жены. Видимо, этот случай породил слухи. Бред! В дневнике и фотографиях явно закрыт ещё какой-то шифр. Нет. Криптоаналитики проверили всё вдоль и поперёк. Субтитры сделал DimaTorzok